Вот, запись начата. Мы остановились, да, на шестнадцатом тезисе, на шестнадцатом фрагменте главных мыслей Эпикура. Обсудили его, и сейчас будем двигаться дальше. Давай сразу два тогда, вот, семнадцатый и восемнадцатый, скидывай в чат. Уже. Отлично. Так, читаю. Семнадцатый. Кто праведен, в том меньше всего тревоги. Кто неправеден, тот полон самой великой тревоги. Ну, тут понятно. Я считаю, что когда ты чист хотя бы перед собой, точнее, когда ты чист просто перед собой, то считаешь, что совесть твоя чиста, соответственно, тебе нечего волноваться. Ну, а если наоборот, что ты не чист перед собой, тебя гнетут разного вида тревоги. Есть кому что добавить? Так, ну, я так понимаю, что нет ни никого. Нет, у меня есть вопрос просто. А это все такое, что такое, что за чистая? Сейчас вы его понимаете. Да, ну вот я сказал, что когда совесть чиста, но это... Я немножко Толстого так процедировал. Что-то такое чистая, что это так, да-то. О, что за измерение это такое. Так, вот я ничего не понял из того, что ты только что сказала. Только вопрос этот, что такое благочестие в моем понимании. Да-да. Вот, что такое благочестие, а ты сказал, что чистая совесть. Тогда у меня вопрос, что такое чистая совесть. А что это за измерение? А, понял. Ну, это измерение 8D. Оно отвечает, когда у тебя в твоем понимании, в твоем представлении все идет так, как надо, что тебе нет никакой нужды перед кем-либо оправдываться в своих действиях или за свои какие-то совершенные поступки. Таким образом, ты находишься вот в такого рода гармонии с совестью. Я не очень понимаю, что это так, но я вот тебе фронировала, что что ты сказала, то есть человеку конкурсу, что он не с собой. То есть он принимает себя таким, какой он есть. У него нет внутреннего конкурса, и он ведет в ладу самим собой. Ну да, можно так сказать. Вообще совесть это то, что со ведет. Как бы, это такая калька с греческого. Ага. Ну, это, соответственно, какой-то свод моралей общественных и личных, то есть которого ты придерживаешься. Ну да, я считаю, что по курсу тебе не бывает, как смотрелся, что. Очень плохо слышно, Фатима. Очень плохо. Плохо слышно, зачем? Ну, неразборчиво. Так, сейчас, сейчас, я попробую. Знаете, так лучше? Так лучше. Ага. Ну, шла я. Я говорю, бывает так, что комфортно тебе, некомфортно обществу. То есть, что нравится тебе, а не нравится обществу. Конечно, если ты в этот момент испытываешь какие-то негодования, что тебе неприятно, что обществу, допустим, плохо, а тебе нет. Ну, например, голубой, розовый, ну, ЛГБТ-сообщество, да? Ну, то есть, они такие, но, ну, голубой, если в российское общество брать, то российскому обществу это некомфортно. Ну, то есть, они, ну, этим оправдывают отчасти некоторые свои агрессивные действия. Так, вот есть у нас голубой или розовый в российском обществе. Кому-то, а, в российском обществе, вот этого некомфортно. И кто оправдывает свои агрессивные действия? Голубые, розовые или российское общество? Россия, Россия, общество. А, ну, так мы же о личности, об индивидии говорим. Ну, да, ну, об индивидии, да. Ну, соответственно, для России совесть чиста, когда нет петерастия. Поэтому, за страной она как бы говорит... Не-не, скорее, скорее смотри. Ну, голубой себя некомфортно чувствует в этом обществе. У него не может быть лада внутри. Ему очень тяжело, чтобы у него был лад внутри. Я об этом. То есть, если он заявит о том, что он такой, а, а, он же, он, ну, будет иметь проблемы? Да нет. Я об этом. Таких больших прям не будет. Антон Красовский, например, заявлял об этом в открытую. И проблемы у него появились только, когда он призывал убивать детей. Поэтому в российском обществе как в целом, да, это не принято. В целом там люди будут как-то коситься на тебя и прочее, но это зависит от среды, в которой ты находишься. То есть, например, в Москве всем наплевать. В Петербурге, наверное, тоже. А вот на Кавказе там другие свои законы, скажем. Там могут убить. Ну да, там свои особенности. Да. Ну, поняла я про совесть. Тут немножечко можно вставлю свое. Дело в том, что у Эпикура, здравствуйте, да, кстати. Да, вот, у Эпикура, он же опирается на добродетель. То есть, на, так скажем, поступок наилучшим образом или на золотую середину. Кроме всего прочего, они сами там все педики были в то время-то. Вот, если говорить конкретно об этой стороне. А что касается того, как человек себя чувствует, так это же его проблема, это он себя некомфортно чувствует, а его-то гонением никто не подвергает. Именно. Именно. Это зависит от самого человека. Если внутри себя он испытывает какой-то дискомфорт, что ему неприятно, скажем, от тех или иных действий. Общество, безусловно, так скажем, что наше общество российское, да, оно не приветствует, наверное, вот так будет правильно сказать. То есть, это не приветствуется. Я, например, тоже был бы против, если бы моего ребенка в школе учил бы человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Потому что я обычно тогда в этом случае считал, что он его настраивает на это. То есть, ограничения наверняка все равно какие-то присутствуют. Хочешь или не хочешь. Но здесь тогда следует углубиться, а почему ты стал, допустим, голубым? По какой причине? Это твоя прихоть? То есть, ты из-за того, что ты настолько порочен, что ты уже не знал, как развлекаться, и ты вот дошел такой способ? Или это у тебя врожденная патология? То есть, тут тоже разница существенная. Если взять Бориса Моисеева, то это понятно, что это просто плод разврата, который, соответственно, этим и афишируют. И его, соответственно, нужно каким-то образом регулировать, чтобы этого не было. Это личное мнение, конечно же. Но у меня тоже тут, ладно, я просто на этот вопрос поднялся другой вопрос. Я знаю места, где мужчины собираются большей частью, и природой так заложено, что в женщине, что в мужчине. Они, ну, хотят секса. А я про монастыри, мужские монастыри. Вот. Армия, тюрьма? Ну, из тюрьмы люди не выходят геями. Хотя можно понять, как бы, нетрудно догадаться, что если человек просидел пять лет, по меньшей мере, несколько раз он имел отношение с мужчиной. Вот. Я не стоимость тем, чтобы осудить кого-то, нет, просто интересно поразмышлять на эти темы. Просто это совесть, интересная штука. Она если в разном обществе, но даже в одной стране, в разных республиках, она разная, это измерения разные. Бытие определяет сознание. Да. Определяет сознание. Нет, здесь-то все просто. Тут простое объяснение. Если мы возьмем ребенка европейского и поселим в племя каннибалов, то он будет охотиться на людей и с удовольствием питаться человечиной, когда вырастет. Согласна, потому что он обучен этому. Его так воспитают, конечно. Да. Вот, и если на Кавказе, вот какой пример был, так скажем, это не принято, вот, а в Москве наоборот, это всем до лампочки, то, соответственно, и вот так живем. Спасибо. Так, ну, я надеюсь, что мы закрыли этот тезис Эпикора о тревоге, и можем переходить к следующему, к 18-ому. Читаю. Наслаждение плоти не увеличивается, а только разнообразится, если устранить боль от недостатка. Наслаждение же мысли достигает предела в размышлении о тех и таких вещах, которые прежде доставляли мыслям наибольший страх. Это уже поинтересней. Вот мы устранили боль от какого-то недостатка. соответственно, закрыли какой-то нужду. Устаньте, пожалуйста, еще раз. Давайте по предложению. Я все не успела запомнить. Да, давай. Наслаждение плоти не увеличивается, а только разнообразится, если устранить боль от недостатка. Вы хотели пить, попили воды, вы устранили страдания. И теперь я вам даю еще стакан сока, пепси-колу, там, еще что-то, еще что-то. Оно только разнообразится. Вы удовольствие уже получать не будете. Вы убрали страдания. Вот если бы я вам сразу сок дал, то вы бы получили удовольствие. А поскольку я отдал воду, то вы только сняли страдания. И следующее предложение. Наслаждение же мысли достигает предела в размышлении о тех и таких вещах, которые прежде доставляли мыслям наибольший страх. Немножко путано, я думаю это касается смерти и богов. А, да, это же древнегреческое общество. Там наибольший страх и пиетет вызывали боги как раз там природные явления и прочее. и рассуждение о них вот подпостижение того, что такое смерть, постижение, вот, наверное, об этом речь. Да, да, и когда мы рассуждаем, там, размышляем о наиболее потаенных, наиболее потаенных темах, как вот смерть, да, то наслаждение наше умственное достигает в этом своего предела. Ну, я надеюсь, что, я так полагаю, что, когда мы находим для себя ответы на эти вопросы, мы как бы успокаиваемся, соответственно, удовлетворяемся и получаем наслаждение таким образом. Я думаю, что не совсем так. Если вы вспомните Юнга, который говорил, что наибольшее желание заключается в той части объектов, в которых мы больше всего боимся, то есть наш страх это, по сути дела, жутко спрятанное глубоко бессознательное желание. Я бы по-другому немножко сказал, что на самом деле и желание, и страх это некая такая вот психическая энергия, некий потенциал, который тормозится. Страх это торможение, нельзя, боюсь, отодвинься, не хочу смотреть туда. То есть это некая энергетика, которую мы прячем. И вот когда страх исчезает, эта энергетика выплескивается, становится жизненным ресурсом, и таким образом приносит некое определенное наслаждение. Ну тоже интересная очень мысль. Я правильно понимаю, я просто из сказанного я поняла, что это как некая трансформация произошла, у человека было желание, был страх получить желаемое, он это как-то переработал и получил как бы позволил себе это иметь. И внутренне, и получил это внешне. Ну не совсем, я думаю, так прямо. Дело в том, что-то, как вы помните, есть по старине Фрейду и Либидо и Мартидо, и вот эта Мартидо, конечно, загоняется глубоко. Что значит загоняется? Значит, существует некая внутренняя сила, которой мы держим глубоко в бессознательном нечто. Ну в частности там страх смерти, смерть. Но оно пробивается в наше сознание как чувство страха, как некая такая реакция на то, что... То есть на самом деле Мартидо это некая энергетика, которая есть, так же как и Либидо, стремление к смерти, стремление к жизни. Ну и вот в этом смысле высвобождение энергии. вот вспомните, когда... Вот что такое гештальт закрылся. По сути дела вы испытываете наслаждение от того, что вы все поняли. О, инсайт такой. Я понял, вот оно, ясно, что это такое. Это как раз вот высвобождение той энергии, которая вот была глубоко, так сказать, в непознанном спрятана. Ну то же самое и здесь. Любое высвобождение энергии наслаждения, а уж страх как зажатая энергия, ну вот она лишает наслаждения определенно. То есть человек понял то, чего он боялся, познал, можно так сказать. Скорее всего можно и так, да. Или осознал, да. Осознал свой страх, ну в какой-то конкретной области. Отпустил его, да. И это соответственно получается наслаждение же мысли достигает предела в размышлении о тех и таких вещах, которые прежде доставляли мыслям наибольший страх. То есть достигает предела своего в этом случае. Ну там со словом предел я уж не знаю, но во всяком случае наслаждение имеет место быть. как оказывается оказывается Эпикур еще тонким психологом был. Можем его туда записать. Вы не стали смотреть эту книжку Гаю, который написал Гюйо? Не полистали? На дореволюционном русском? Да, 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 да. пока не открывал. там весьма интересная информация у него вообще взгляд такой очень глубокий. Ну потом посмотрите, не буду сбивать. А скиньте пожалуйста в чат. Я уже пытался это сделать, вы же перебрасывали? Так, сейчас в дискорд не перебрасывали на эту книгу доступную у нас в группе ВК. Да. А в дискорд возможно ее перебросить? Да, возможно. Сейчас даже попробуем. Думаю прошло столько времени и из Сада Эпикура отзывов об этой книге еще не было. Да можно потом сбросить. А, но можно потом сбросить. Просто мне интересно почитать об этом. раз репомендует. Ну, там философский взгляд на то, вообще на то, как он рассматривает, что такое желание, вот, как он рассматривает ситуацию связанную, ну, вот, что оно во времени меняется. Ну, короче говоря, там философия такая. Первая часть, он, я ее не стал читать, он что-то писал про Канта. и про время, и про Канта. А во второй части, вот он опекурейство рассматривает. Интересно. Спасибо. довольно глубоко, да. То есть, не поверхностно, он прям расклад дает по каждому пункту. Везде согласился, но я еще не все прочел. Спасибо. И вот сейчас я отправляю в чат нашей группы, ну, в чат дискорда, вот эту книгу. Присхождение идей времени мораль. Спасибо, спасибо. В легенду. Пример приведу. Значит, ну, есть такое выражение, да, жить в соответствии с природой. Обычно его стоики приписывают себе, но то же самое мы читаем и у Пикура, да, что человек живет в соответствии с природой. И вот здесь он говорит, что означает в его понимании жить в соответствии с природой. Ведь он в природе человека говорит о том, что природа человека это стремление к наслаждению. И доказывает это на нескольких страницах. Почему? То есть, вот теми же, в принципе, способами, которые у Пикура доказаны, что ребенок, будучи маленьким совершенно, он все равно стремится к наслаждению. И что это единственное благо есть наслаждение. Вот. И, соответственно, здесь следует вот еще что сказать, что стойки говорят о другом, что жизнь в соответствии с природой, это значит в соответствии с разумом. Ведь человек наделен разумом, в отличие от остальных. А он противопоставляет, противопоставляет природу разуму. Говорит нет, не в соответствии с разумом. И разум это уже то, что дала природа. Разум подчинен. Разум он породил добродетели. Но добродетели подчинены нашим удовольствиям. Оттуда и делается вывод, что соответственно добродетель должна приносить удовольствие. Ну, вы помните эту фразу, да, иначе зачем она вообще нужна? Ну, смысл такой. Но мне кажется, что истина все-таки посередине, потому что человек отчасти не стал у него больше, он все равно его животная составляющая есть. И как только человеку качество жизни ухудшается, то есть, не знаю, он меняется. То есть его сознание меняется. Не всем людям доступно не меняться. Если этот, который в концлагере, наоборот, жил и нашел смысл жизни... Ой, как же его звали, забыла я. Он логотерапии, основатель логотерапии. Виктор Франкл. Да, 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 да. Вот. Если он нашел смысл жить, то остальные очень много людей умерло от отсутствия этих смыслов. Ну, я думаю, что люди умирали в концлагере не от отсутствия смысла жизни, а от, так скажем, условий. Ну, я про то и говорю, что как только условия жизни человека, физическое тело, чтобы его обеспечивать, да, допустим, физическое тело обеспечивает разум, ну, мозги, троллевали, и, соответственно, ну, в мозгах находится, ну, мыслительный аппарат, если как только питание хуже становится, это влияет, ты даже сам себе помочь не можешь. Ну, тут я просто не знаю вообще, как бы, о чем, о чем в данной ситуации говорить, ведь Эпикур немножечко о другом, речь не шла о таких контрастах. Это следует нужно отнести к страданиям, а страданий нужно избегать. Эпикурец ищет наслаждение, а не страдания, и если он попадает в страдания, то он довольствуется тем, что имеет. То есть, иными словами, в концлагере, если бы кто-то, так скажем, из эпикурейцев попал, то его задача была бы выжить и наслаждаться той пайкой, которую ему дают. Вот, то есть, вот с этой точки зрения. А смысл бы он вряд ли бы какой-то там обрел. Или что-то бы нашел. То есть, я просто про Эпикура и про вот как эта книжка автор назывался, забыла я, о котором вы говорили, что он, ну, они о разных вещах говорят, о том, что о наслаждении, о разуме, о том, что разум этот, о телесном наслаждении, я думаю, что мы воспринимаем там взглядом, обаянием, вкусом. это, это там, вот я дочитался до этого, но детально не прочитал. Но в конечном счете он говорит о том, что самое главное это утоление голода. То есть, наслаждение чрева. не вкус, не зрительные восприятия, не обонятельные, а именно удовлетворение чрева первично. А да. И что, да, то есть, ну, полистайте, посмотрите, будет интересно. Что это, это просто получается как первичное наслаждение. Ну, сейчас пересказать книгу нельзя. Человек написал очень много и не просто написано. Я со второго раза только понял, о чем идет речь. Спасибо за рекомендацию. Если вы упомянули Франкла, вот искусство любить, то там есть интересный эпизод, когда он говорил, что в концлагере насчет смысла, вот вы говорили, когда Франкл говорил, что в лагере, значит, да, там же его семью взяли и, соответственно, значит, не на глазах, но уводили постепенно, значит, родителей, потом что-то, то ли, дядя, тетя, ну, там вот по члену семьи, условно говоря, через день, каждый день, и в конце концов он как бы вот один остался, и он стоял перед колючей проволокой, по которой идет ток, и, в общем, был намерен кинуться туда, дабы, так сказать, закончить жизнь. И он как бы спросил себя, ну, вот это там в книге как раз описывается, он спрашивает себя, есть ли хоть что-то, что заставляет меня это не сделать? И начал перебирать как бы воспоминания и понял неожиданной ясностью вдруг вот вошло в него вот это любовь. Но любовь не межгендерная, как мы привыкли это затасканное слово употреблять, а любовь как состояние, как состояние личности, как состояние бытия, любовь как ощущение приятия всего окружающего и себя в нем, онтологическая любовь. И вот в этом смысле когда он вот это вот состояние он вспомнил его каким-то образом, ну там через воспоминания о матери в том числе, ну вот если вот очистить так вот чистое, то это вот было состояние любви как бытия, как состояние именно. И он остановил себя и продолжил. Там еще есть не имеющее наверное отношение к нашему нашей теме, но я думаю, что имеет все-таки. Он говорил о том, что там были, кто выжил, вот кто выжил в концлагере том, он анализировал и говорил, что те, кто был радужно, оптимистичны мечтателем, они в общем умирали, потому что там явно несоответствие между тем, что вот они мечтали, хотели и то, что получилось, то, что видели. Те, кто был крайне пессимистичен, умирали тоже, потому что они были на самом деле а все равно конец, да к черту все и так далее и в общем тоже каким-то образом находили свою гибель. Выживали те, вот я сейчас не помню точно, но по памяти цитата, что, которые занимались каждочастным, ежедневным, простыми вещами, как то, помыть руки, там, не знаю, сполоснуть рот, умыться, что-то застелить, что-то выбросить, что-то передвинуть, то есть вот какие-то бытовые вот мелочи, вот эти вот, он не думал о вечности, он не думал о смерти, он не думал о жизни, он занимался вот простым таким ежесекундным таким выживанием, действием, вот выживали именно они. Мне кажется, это имеет тоже отношение к нашей теме. Ну, это философия выживания. А если взять эпикурейство, да, то там есть несколько нюансов. Сенека приводит такой пример, что, по-моему, Македонский отрезал уши, нос, еще что-то изуродовал, в общем, какого-то своего знакомого за что-то, посадил его в клетку, где он мог ходить только на коленях, и показывал его, в общем, кормил его как собаку, не убирали за ним там совершенные его испражнения, и показывал его, как на посмешище выставлял. И ему вот эти вот пришедшие люди говорили, откажись от еды, умри достойно. А тот говорил, нет, раз мне Бог отвел, вот сколько мне Бог отвел, столько я и буду жить. Опять же, в Греции вы помните, что самоубийство не считалось каким-то грехом, более того, многие философы и так далее, они уходили из жизни добровольно, но, грубо говоря, своевременно. И плюс еще были наказания, такие, как вот, в том числе, Сократу, наиболее известный пример, когда он должен был выпить яд самостоятельно. Точно так же умер сенок, как к нему пришли от императора военные, и сказали, что ты должен покончить жизнь самоубийством. Он вскрыл себе вену. В противном случае, через 2-3 дня его бы отвели на суд и все равно показнили. То есть, тут вопросы жизни и смерти. Если говорить о том, что пишет сам Эпикур, то он пишет, что нищим, что киником я жить не буду. Наверное, помните эту фразу. Вот, то есть, он не согласен жить абсолютно нищим. Вот, но даже если мудрец потеряет глаза, то это не означает, что он должен покончить жизнь самоубийством. То есть, разумно нужно подойти к этому вопросу. Разум на службе. К чему идем? К чему стремимся? Вот, нужна ли эта мука? Вот, наверное, да. То есть, если есть надежда пережить, то есть, если человек разумно понимает, что, ну, это экстренная ситуация, там, концлагерь или еще какое-то выживание. Это действительно экстренные ситуации. Хотя, опять же, сошлюсь на сенок, он пишет, что если бы он оказался на необитаемом острове, то он покончил бы жизнь самоубийством. Потому что человеку жить в одиночестве, ну, не должно. Вот, как-то так. То есть, в любом случае выбор остается за человеком. А человек, он обладает разумом. Он на то ему и да. Он регулирует добродетель. Именно разум. Поэтому разум, разумение выше даже философии. Но подчинено природе. Иными словами, по своей природе разумение должно вести нас к наслаждениям и сделать это наилучшим образом. Да, красиво сказано. Предлагаю на этой фразе перейти к следующему высказыванию Эпикура из главных мыслей, потому что ну, мы порассуждали на тему вот этих вот тем, которые вызывают наибольший страх у человека и что рассуждение над ними приносит как раз-таки наслаждение. И переходим тогда к девятнадцатому изречению, а именно бесконечное время и конечное время содержит равное наслаждение, если мерить его пределы разумом. Но у меня только в этот жизнь в моменте ассоциируется. То есть здесь, сейчас и если мы находимся и получаем удовольствие, то хорошо. И, наверное, конечное и бесконечное мы можем только вот на таком интеллектуальном уровне свести к равному наслаждению. Только сейчас надо подумать, каким образом. Вы знаете, мне кажется, девятнадцатый и двадцатый надо разбирать вместе, потому что там как раз в двадцатом дается по сути дела развернутый развернутый комментарий к девятнадцатому. Мне кажется, стоит их вместе объединить. Давайте. Так. Двадцатый Для плоти пределы наслаждения бесконечны. И время для такого наслаждения нужно бесконечное. А мысль, постигнув пределы и конечную цель плоти и рассеяв страхи перед вечностью, этим самым уже приводит к совершенной жизни и в бесконечном времени не нуждается. При этом мысль ни наслаждения не чуждается, ни при исходе из жизни не ведет себя так, будто ей чего-то еще не хватило для счастья. Да, согласен. Они вместе очень хорошо идут. Все оказывается... Более того, это даже какой-то знаете, такой панегирик бессмертию. Интересно вообще. Панегирик это же когда хвалеб здесь наоборот. Валер хвалеб не нуждается не нуждается в бесконечном времени. То есть все равно конечное или бесконечное время для мысли не имеет вообще значения. Я так понял. Да, вот вы правильно поняли это предложение. Ну, каким образом оно успевает бесконечность, когда наоборот говорится, что познав все эти прелести, да, мысли, но, нам уже бесконечность никакая не нужна. А у человека есть начало и конец. У плоти есть начало и конец, а у мысли как бы нету. Ну, здесь речь о наслаждениях плоти бесконечной. Мне кажется, что это два разных все равно рассуждения. Вот то, о чем говорили в начале, простите, как вас, Ильдар, да, зовут? Да, Ильдар. ведущий. Ильдар. Вот то, о чем Ильдар говорил непосредственно, что мы живем в моменте и нет никакой разницы, когда мы умрем, хоть через 80 лет, хоть сегодня, все равно умирать будем в этот конкретный момент. Ну, не сию секунду, а потому что мы живем в мгновении. В конкретном мгновении. И если мерить это разумом, то получается, что в принципе нет никакой разницы, в каком возрасте человек умирает. И вообще бесконечно он живет или конечно. То есть, потому что умираешь в конкретный миг. Человек, умирая, не думает, что а, я не успел съездить на границу, не знаю, или еще что-то там, или поесть в Америку, какой-нибудь кургер. И он как-то интересно, видите, вот мысль не чуждается ни при исходе из жизни, ведет себя, как будто не хватило для счастья, то есть счастливо. Ни при исходе, ни при жизни, ни вне жизни, не ведет себя так, как будто оно несчастно. То есть мысль, наслаждение мыслью или мысль наслаждается при любом раскладе и в жизни, и в местности. Это 20-ая, правильно? То есть получается понедельник до смерти, по сути. Вы говорите о 20-ом, да? Ну, как-то сказать, стихе. Да, 20-ом, но это не стих. О 20-ом. Я просто этого про 19-ом. Да, ну, мысль, скажем так. Я говорил про 19-ое, про мгновение. А 20-ое получается, что если вот прочитать просто первую строчку, для плоти пределы наслаждения бесконечны. Дело в том, что наша плоть, она не насытна. Сколько бы наслаждений не было, вам всегда будет мало. И чем больше будет наслаждений, тем больше будете вы хотеть. Поэтому тут, в принципе, получается, что как бы прописанную истину сказал, для плоти пределы наслаждения бесконечны. Вот. А вот для... Дальше и время для него нужно бесконечное. Соответственно, то есть, именно по той же причине, что сколько бы вы ни старались, вы никогда плоть свою не удовлетворите. Ее можно удовлетворить только контролируя. Ну, это известный, да, факт, что Эпикур контролирует желание и говорит об этом. а мысль, поскольку пределы... Так, я плохо вижу, сейчас одну нюху раздорву. Единственное, что я совсем не понял, и вот интересно на эту тему, почему он считает, что пределы плоти, пределы наслаждения плоти бесконечны. Безконечно много можно приносить телу удовольствие. Ну, бесконечно разные способы и прочее. И мысли тоже ведь бесконечно. Откуда вот эта мысль, постигнув пределы и конечную цель плоти приводит к совершению жизни бесконечно времени не нуждается. Вот тут не очень понятно. а потому что мысль когда постигает, что плоть в итоге, ну, какая есть конечная цель у плоти, то есть мы можем сказать, что это как вот ресурсы, необходимые для мыслительного процесса, или же конечная цель плоти это все равно в итоге смерть, потому что по Эпикурту есть и начало, и конец, просто все в настоящем находится. И когда мы постигаем это, то есть вот своими размышлениями доходим до этой темы, понимаем ее, и, соответственно, уже никакое бесконечное время нам не нужно. ведь мы проникаемся тем, что плоть никак не удовлетворишь так, чтобы разом, да, вот, раз и надолго хватило, что плоть, она как вот ненасытная в этом плане, а мысль как раз-таки может, поняв это, сделать для себя выводы конкретные, и уже отказаться от идеи бесконечного, ну, от идеи бесконечной жизни, скажем, бесконечного времени или бесконечного пребывания. Совершенно разные процессы, потому что если говорить о наслаждении плоти, вот, то это наслаждение, оно такое неосмысленное и в нем нет какого-то развитие. Вот, в отличие от наслаждения мыслью, у которого есть там некоторые этапы и есть развитие и, собственно, как бы мыслим и постигаем эту жизнь. Наслаждаясь там физически, мы эту жизнь, ну, как бы, такого рода наслаждение, оно не особо прогрессивно, то есть там нет каких-то этапов выстроенных. Мне кажется, это, ну, на самом деле разность очень вещи. Я не понимаю, почему оно сравнивает. Мысль, в таком случае, откуда вот эта идея, что мысль, так мысль тоже тогда бесконечно может наслаждаться, как и плоть. Если для плоти пределы... Это невозможно. Это невозможно. Мыслям мы делаем выводы те или иные, да, если мы не совсем идиоты, да, мы этими выводами оперируем в дальнейшем. Но цепочка выводов же бесконечна? Нет, этого не может быть, чтобы она была бесконечна. Отчего же? Почему? Вполне может быть. В любом случае мы как бы мыслим этапно, да, мы осваиваем мыслью какие-то там пространства, да, и какие-то задачи решаем мысленно, да, отделяя их на некоторые этапы. Наслаждение там физиологическое, оно, мне кажется, устроено другим образом. И там, если как бы наслаждение мысли, наслаждение плоти, это, ну, как бы, имеют отношение прямо к познанию жизни, да, но, мне кажется, они совершенно иначе устроены, совершенно иначе. Ну, почему, вот смотрите, сказка о золотой рыбке, там же наслаждение плоти, идущее по восходящей, оно практически бесконечное, действительно. вы называете от наслаждения плоти, там у нее довольно выстроенная такая структура. Ну, а что она услаждает? Плоти услаждает барыня, боярина, потом царица морская и так далее, это же усложнение плоти, а не мысли. Вы просто плоть понимаете, как в целом все желания человека, в том числе и его тщеславие и так далее, и так далее. То есть, вот золотая рыбка отличный пример, мне кажется, где человеку все время мало. Не саму плоть, да даже если саму плоть рассматривать, извините, сколько не занимайся любовью, до тех пор, пока такая возможность будет, ты будешь это делать. В том, что плотское наслаждение гораздо доступнее, чем интеллектуальное. А интеллектуальное наслаждение я немножечко не вижу здесь. Смотрите, а мысль, постигнув пределы конечной цели, конечной цели плоти и рассеяв страхи перед вечностью, этим самым уже приводит к совершенной жизни и в бесконечном времени не нуждается. Он говорит здесь о плоти, что когда мозгами понимаешь, что плотно кормить нельзя, вот то, что Ильдар говорил, ее невозможно присыдить. Он же и говорит, в других местах он говорит, управляйте желаниями, ограничивайте их, чтобы не стать рабом своих желаний. мне кажется, человек обучается всю жизнь, начиная с младенчества, когда его отнимают от груди, вынуждают делать дела на горшок, это же все ограничения, это же все связано с наслаждением. Это укрепление силы воли, я это вижу именно так. То есть, если человек, например, имеет какие-то рабские привычки, вот в том числе я, например, курящий, вот, и пытаюсь избавиться от курения, понимаю, что я раб сигарет, по сути дела, с остальным справляться проще, но я нахожусь в рабстве у табачных изделий. Точно так же люди находятся в рабстве своих желаний. Хочу машину, хочу джинсы, хочу телефон, хочу Макдональдс, Пепси-колу, еще что-то. И люди служат своим желаниям. И удовлетворить их невозможно. После того, как он попьет Пепси-колу, он захочет бутерброд, после бутерброда он захочет в ресторан, после ресторана на Мальдивы, после Мальдивы в Нью-Йорк и так далее, и так далее. По нарастающей. Плоть не удовлетворить. Можно только контролировать. То есть, вы считаете желание поехать в Мальдивы плоским желанием? Да, конечно. Вы же хотите на солнышке греться в конечном счете. В море купаться, по ресторанам ходить. То есть, все, все, что мы делаем, все сводится в конечном счете плоским желанием. Вот, даже если вы приобретаете какой-то новый автомобиль, это тоже плоское желание, чтобы вам мягче было сидеть, чтобы, ну, там больше тщеславия, конечно, роль играет. Чего подобного? Слушайте, приобретая хороший автомобиль, человек решает много задач первого от этой скорости. Это смотря какой автомобиль. Так, позвольте Светлане все-таки выразить полностью свою мысль и уже потом контраргумент приведете. Мне кажется, что, ну, как бы, приобретая автомобиль хороший и актуальный нынешнего времени человек преследует в первую очередь не достижение там каких-то плоских желаний, а чисто рациональное желание иметь удобную и быструю машину, потому что ты освобождешь себе время для других каких-то важных занятий, в том числе и интеллектуальных. Мне кажется, что не все так вообще, не все сводится. Какую машину? Здесь вопрос в том, какую машину. То есть, если, например, я могу купить только Hyundai Solaris, но я же могу взять кредит на Mercedes, и если я беру кредит на Mercedes, то я сам автоматически попадаю в рабство. Мало того, что не по семке шапка, так еще и ко всему теперь я служу, для того, то есть, я служу этой машине, а покупаю я ее не для комфорта, а для понтов. Преимущественно. Понимаете? То есть, все должно соответствовать человеку, гармония. Должна быть. Слушайте, но это нерационально. Вот это и есть хотелки, о которых говорить. Свои желания надо усмирять. Чтобы сделать пифокло богатым, нужно не увеличивать его состояние, а уменьшать его желания. Мне кажется, это какой-то очень древний постулат, и сейчас так люди не думают. Ну, вот в том-то и дело, что именно наше общество называется обществом потребления. Люди не думают, они просто служат сначала, и служат в конечном счете деньгам, если уж разобраться. говорите, слушайте, Лакан еще 50 лет назад поднимал, там, Фрейд тот же поднимал вот эти вот все вопросы, связанные с желанием, и довольно глубоко их исследовал, и, в общем, как бы... и раскрыл совершенно иначе, чем раскрывать эпиктур. Ну, как раскрыл? Совершенно другие связи. Ну, мне кажется, это не тема сегодняшнего занятия, но, как бы, ну, вот, я не знаю, как... Я, например, предпочитаю из всех, там, макинтоши, потому что он дорогой, не потому что он крутой, а потому что это самая рабочая машина, самая быстрая, самая оптимальная, как бы, и самая удобная. Ну, то есть у вас разумные требования. Ну, это действительно самый хороший компьютер. Да, ну, вы же говорите о разумных требованиях, а мы говорим о желаниях, то есть желания, то есть у вас есть потребность в конкретно такой машинке, правильно? Конкретно, чтобы у него была такая работоспособность и так далее. Вот, а когда у вас потребности такой нет, а есть только одно желание, просто потому, что это круто, просто потому, что это лучше, мягче и удобнее. что такое говорите? Это не... Мне кажется, мы куда-то ушли, ребята, вот я не призываю вернуться к последнему предложению вот в 20-м Катрене. При этом мысль не наслаждений не чуждается, что, в общем, понятно, не происходит... А вот здесь вот интересный момент, вот как вы это предприятируете? Не при исходе из жизни не ведет себя, ну, как будто вот несчастно. То есть, а тут описан момент именно исхода из жизни, когда, по всей видимости, плоть достигает некоего предела, в том числе и наслаждений, то есть погибает, но при этом мысль, какой бы она ни была при жизни и не при исходе из жизни, вполне себе счастлива, счастлива для себя. И правильно ли я понимаю, вот интересно, вот Светлан, вот ваша интерпретация? Ну, я так понимаю, что они связаны, все три эти части, все три предложения. И речь идет о той мысли, которая постигала наслаждение, ну, второе предложение. Нет, ну, что значит мысль постигала? Мысль, она как бы и постигает, и не постигает, она есть какая-то. Здесь же не написано постигающая мысль. Написано мысль как феномен. Если вообще Гусерли сейчас призвать на помощь, то мы вообще придем именно к этому, что мысль как феномен, она может наслаждаться, может не наслаждаться. При этом плоть исходит из жизни, мысль даже в этом моменте, когда плоть исходит из жизни, вполне себе счастлива для себя. Я так это понимаю. А как к вам обращаться? Как обращаться к вам? Имя как ваше? Господи, какая разница? Ну, Борис там, ну, какие-то вопросы задаете странно. Борис, прочтите, пожалуйста, третью строчку. А мысль, достигнув пределы конечной цели плоти. Здесь речь не идет о мысли, речь идет о плоти. При чем тут плоти? Мысль ни наслаждения не чуждаются, ни происходя из жизни не ведет. Не чуждаются, наслаждения плоти. Это имеется в виду в третьем предложении. Это в третьем предложении. В большей степени. Меня вот это интересует оборот детства. А, происходит жизнь, но это легко объяснить. она готова принять конечность жизни. Есть ведь поговорка «Перед смертью не надышишься». И всего в этот момент может быть чего-то не успел, что-то не сказал кому-то, что-то не сделал. Но у мудреца, постигшего мысленно пределы плоти, конечную цель плоти, у него не возникает даже таких дум. И вот в момент когда он на смертном Андре находится, он спокойно покидает этот мир. Потому что не думает о том, что чего-то не закончил, что-то не сказал, кому-то чего-то не сделал. Я так это понимаю. Это огромный вопрос. Например, упаси Господь, конечно, ну так вот давайте на секунду представим значит наш предсмертный вздох и вдруг вот в этот предсмертный вздох мы понимаем смысл нашего бытия вообще, жизни в частности и вселенной в том числе вообще. Вот понимаем, высказать это мы не можем и это нехватка, это ужасно и тут мы делаем последний выдох и на этом заканчивается наше бытие в этом мире. При этом понимание вот это инсайт предсмертный остается невысказанным и ненаписанным. По-моему, это ужасно. Не так ли? Это несчастье. Тут счастье вообще близко не валялось. А вот, кстати, нет. Я позвольте скажу, у меня был довольно забавный схожий скажем опыт, но когда в момент инсайта я тогда ехал в метро и читал монографию по Горгию Леонтийскому и там объяснялось, что значит бытие у Парменида и объяснялось, почему наша жизнь она пребывает всегда в настоящем. Вообще, что бытие всегда в настоящем находится и когда я там спустя несколько страниц там одну за другой так вот поглощаю, проникся резко вот этими смыслами заложенные по Арменидам я если честно как раз сделал тот самый вдох когда перед тобой открывается все тайны вселенной и всего-всего и думал что поезд ну там как-нибудь схлопнется да, что мир просто разрушится но все обошлось и вот это вот чувство такой что-то вроде эйфории я с собой перенес но в момент когда вот это все постиг и когда я думал что все схлопнется вообще ни разу не переживал что что-то я не успел сказать что-то я не успел сделать ну это такой житейский опыт конечно на цитантском уровне не совсем релевантно так сказать то есть мне кажется что возьмем другого человека и там будет по-другому так или иначе вот в том в этом предложении есть такой нарратив не при исходе из жизни что даже исходя из жизни все равно оно счастлива мысль счастлива вот с этим как-то стоит побороться во всяком случае не заходит пока скажите что человек чувствует в тот момент когда он понимает что он через минуту перестанет существовать вот я просто пытался задаться этим вопросом у меня получился следующий ответ что человек боится боли предсмертной человек боится того что будет после смерти и человек может сожалеть о том о жизни так сказать о том что он недостаточно получил наслаждение что еще и что что упустил первое что чувствует человек что это чудовище несправедливо ну чудовищную несправедливость это может ну как кстати точно почему я правда какого черта я ухожу а там все остальные остаются значит вот а еще что 4 пункта да получается еще следующая мысль как можно отсрочить этот уход ну это это уже цепляние до жизни это да он будет цепляться до последнего ну вообще-то нет не каждый скажем так а смысленный уход это отдельный я даже не о смысленном не говорю а не то что цепляться выжить-то нужно будет так скажем любой ценой но у всего есть тоже своя цена просто ну тоже были моменты так скажем конечные поэтому имею представление вот я просто говорю о том что в этом как раз Катрене да сказано о том что человек жалеет не будет жалеть о своих о том что он не получил каких-то наслаждений если он поймет что наслаждение надо контролировать значит он говорит о чем в первом в первой строчке он говорит о том что наслаждение тела бесконечный во второй строчке он говорит что если человек понимает эту мысль то что там у нас то он уже не нуждается в бесконечном времени а в третьей строчке что и умирать будет спокойно ну примерно так то есть достаточно понимать того что наслаждение то есть он в данный момент речь идет исключительно о наслаждении мне кажется вы ошибаетесь а как вы считаете ну если человек понимает что он уходит он думает о наслаждениях в последнем момент думает в первую очередь о не сделанных каких-то нерешенных задач очень важных для него а с привязкой к 20 стиху смотря опять же в каком возрасте он уходит если это человек который что-то об этой жизни понял в том числе о наслаждении нет никакой привязки к 20 числу а если это уходит человек который скажем так жил менее интенсивно то соответственно у него другие совершенно привязки на самом деле мы сейчас 4 привязки нашли ну 5 будем считать еще цепляется за жизнь цепляется за жизнь почему я боится боли боится смерти и я слишком мало пожил мне не хватило наслаждений куча исследований на эту тему когда о чем сожалеют люди там старости незадолго до смерти как правило да они там перечисляется довольно банальное перечисление что они слишком много работали слишком мало наслаждались да потом что они мало уделяли внимание своим близким и мало говорили о своей любви в третьих что они мало путешествовали вот это первые три пункта они перечисляют практически в любом исследовании ну они все включают в себя я слишком мало наслаждался ведь любить кого-то это тоже наслаждение ну и мыслить наслаждение это же все ну да ну это все относится к наслаждению то есть получается что те люди которые перед смертью те пункты которые вы перечислили человек сожалел о том что не насладился жизнью в достаточной степени ну так ведь выходит не знаю честно говоря мне кажется это довольно индивидуальная история но вот по всем этим вопросам социологическим получается что да наверное так вот об этом он и пишет эпикур здесь вот мне кажется что он именно об этом и пишет что наслаждение плоти бесконечны и соответственно в любом случае вы будете сожалеть а вот чтобы не сожалеть нужно постигнуть что подождите человек держит человек держит в этой жизни именно это плотское наслаждение оно начинается с с самого рождения ребенок наслаждается процессом кормления абсолютно верно и эпикур об этом говорит это самое доступное наслаждение это самое доступное наслаждение в этой жизни это плотское наслаждение оно самое надежное в этом смысле потому что для того чтобы получить наслаждение незнаумственное это труд как раз необходимо еще это наслаждение потому что если мы будем так себя ограничивать благодаря ему живем мы пытаемся за жизнь только потому что мы наслаждаемся мы об этом и говорим мы собственно тут и собрались эпикуреицы по этому поводу чтобы мы понимаем что наслаждение самое главное в жизни вот но эпикур говорит что наслаждение нужно контролировать что надо контролировать а что не надо контролировать в жизни то не надо контролировать не знаю все надо контролировать но если человек не контролирует свои желания то тогда он начинает им служить или они становились становятся их рабом или еще есть такой момент что ну например чтобы приобрести какую-то вещь мне нужно работать год а эта вещь мне не является не является моей потребностью это является моим желанием а год жизни я на нее отдам слушайте, ну тогда нам нужно плавный переход сделать к тому, что такое желание, откуда они появляются и вообще, что они означают нет, просто что есть желание и что есть потребность потребность, грубо говоря, хлеб с водой да? вот а желание, это черная икра и так далее, то есть вот давайте как две крайности на них посмотрим тогда можно потребность вывести, что просто избавиться от голода, вот, избежать боль ну так и есть как раз таки так и есть, снять страдания да снять страдания а желания разные, это способы их достижения и есть те желания, которые мы можем осуществить с легкостью, скажем, для этих потребностей а есть те, которые... нецелесообразные да, нецелесообразные да, здесь те, которые нам, ну, недоступны если я хочу иметь десятикомнатную квартиру как это, имею возможность купить козу а имею желание купить автомобиль да? чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями да? так, как тост был-то и при всем при этом, если я покупаю автомобиль и себя обрекаю на рабство правильно ли я поступаю? или даже не так буду ли я счастливым в этом случае? а сейчас все будет лишь мимолетным ну, при покупке, конечно, автомобиля да, ровно до тех пор, пока эта вещь мне не надоест или, ну, не приестся я не знаю, ну, по-моему, есть очень такая важная связка между желанием, да желание появляется, когда есть, ну, как бы что-то недоступное, есть запрет то есть, если бы не было, так, ограничений не было бы запрет, то у вас не было бы этого желания скажем так, того самого автомобиля, который вам в карман а я думаю, что тщеславие рождают желание, преимущество не запрета, а ограничения я могу, а мой сосед не может и поэтому я приобретаю ту вещь, которая лучше, чем у моего соседа я покупаю ради хвастовства я покупаю, я меняю, потому что я могу я этого достоин, как в рекламе говорят тщеславие ну, по сути дела, когда вы, я не знаю на маршрутке, на метро кто-нибудь ездит сидит девочка в норковой шубе за 300 штук с айфоном за 150 и что ты делаешь в метро а пока они расширяют в метро нет, только это вопрос вместе ну, то есть, несоответствие возникает а что ты делаешь в метро почему ты не ездишь на машине тогда у тебя даже одежда не соответствует это, ну, это получается для многих это выглядит смешно по крайней мере, в моем кругу ну, так, улыбает слушайте, ну, я давайте приведу другой пример небольшой относительно того, что вы сказали сейчас я учил в творческом вузе вот, и у нас был небольшой курс из 10 человек да, и в этом курсе было поровно мальчиков и девочек и так как мы были, ну, совсем юными в момент начала обучения естественно, все наши творческие работы были связаны с влюбленностью с целью, с жизнью чувства и, ну, в очередной в этом возрасте вот и что самое удивительное ну, так как это творческий опять же вуз мы, как бы, очень глубоко копали в этом смысле в общем, так привезно этим занимались так вот, у нас на курсе не было ни одного романа не было ни одного романа друг с другом не сложилось мы 5 лет отучились и, как бы, так друг в друга не влюбились потому что есть такая простая есть такой простой момент когда все можно ничего не хочется так вот, это вот про те желания мы могли исследовать, как бы, эти области в любом направлении ну, нам это было не то, что даже можно нам это было нужно профессионально вот и вот, когда у тебя есть доступ к любой эмоции ну, как бы, твоего партнера по курсу, да, твоего сокурсника и так далее никакого желания не возникает когда человек как на ладони у тебя стоя на всегда и для тебя никакого желания, скажем так как вступить с ним в романтические отношения не возникает потому что понятно, что это можно так вот, мне кажется, любое желание оно связано именно с такого рода ограничением можно или нельзя и когда нельзя, желание возрастает ну, как бы, это абсолютно естественная ситуация поэтому, любое желание, мне кажется, связано с ограничением с какими-то другими вещами ограничение финансовое это же ограничение вот представьте, что у вас нет этого ограничения стали бы вы реализовать это свое желание да, 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 потому что есть полно примеров среди олигархов, которые, будучи невероятно богатыми все равно стремятся к роскошной жизни хотя, казалось бы, у них нет финансового ограничения соответственно, нет вот этого запрета, да, денежного на покупку каких-либо вещей но, тем не менее, они пытаются вот стремиться к этой роскошной жизни вот просто потому, что им это нравится ну, возможно, там еще и другие причины но, я к тому, что, да, богатые люди они также подвластны вот этим вот страстям, да низкого уровня то есть максимальное удовлетворение максимальное наслаждение плоти вы видели комнату Илона Маска? ну, есть исключения есть правила закономерности видели комнату еще есть из крайности в крайность было на Маске в комнате лежит матрас на полу и больше ничего в комнате нет в другом мошеннике но мы сейчас переключаемся уже на другую тему совершенно я предлагаю я вспомнил одну фразу Эпикура позвольте сказать, да беден не тот, у кого мало что есть а тот, кому кажется а тот, кому недостаточно то есть, а тот, который хочет большего вот, несмотря на все свое состояние богатые люди хотят больше еще больше и всегда есть те, кто богаче них то есть, самым богатым все равно никто не становится непосредственно те мои знакомые у которых денег вполне достаточно скажем так, да вот они реализуют все свои плотские желания от наркотиков, проституток и поездок ночных и там заказов самолетов и так далее и так далее вот, то есть, они дуреют от денег в прямом смысле слова мало кто из них себя контролирует вот, регулярно попадают в различные клиники там их прочищают, промывают и все к этому прилагающееся вот есть и другая категория, безусловно те, кто благополучно учатся за рубежом ну, преимущественно за рубежом как уехали, так и пропали я уж не знаю их судьбу вот, уехали учиться хорошие ребята и я предлагаю нам на этой довольно доброй ноте перейти к следующим двум мыслям я надеюсь, что мы успеем их разобрать потому что они представляют своего рода продолжение двадцатый а, вот, Егор уже скинул скриншот удаляю свой это двадцать первый получается сейчас я его прочту кто знает пределы жизни тот знает как легко избыть боль от недостатка сделав этим жизнь совершенную поэтому он вовсе не нуждается в действиях увлекущих за собой борьбу ну, это мы обсуждали получается уже что, познав вот конечность плоти и еще так же, что плот ненасытна когда мы научились и тем более ограничивать свои желания можем таким образом сделать и жизнь совершенную и не нуждаемся в действиях влекущих за собой борьбу но борьбу, конечно, я не знаю что именно он имел здесь в виду борьба с чем? ну, собственно, борьба то, о чем мы и говорили сейчас фактически это борьба с собой а, то, что нужно оно мне или не нужно? ну, да метание эти все равно беру а, оказывается, что и не нужно это борьба с собой, это не с кем-то если человеку кажется, что ему мало он будет все время стремиться больше это получается постоянный ну, если не борьба, то, так как сказать, напряжение бесконечное вот, именно, бесконечные вот тревоги бесконечные нестинания конечно, а ну, бесконечные бесконечные поиски наслаждения как насладить свою плоть если уж мы в таком поле Эпикура выражаемся ну, как, поэтому по 21-му фрагменту есть ли какие-нибудь замечания, вопросы или, может быть, какие-то примеры ну, я полагаю, да, что мы примеров привели достаточно уже заочно оказывается ну, тут получается, что оно к предыдущему привязано в принципе, его вот эти же мысли они же укомплектованы были уже в наше время блоками четыре блока вроде описывают поэтому это из той же оперы они уже говорят, что чтобы сделать совершенную жизнь да, кто знает пределы жизни кто знает, что у жизни есть предел и со спокойной душой это к этому относится вот что он там может легко избыть боль от недостатка понимая, опять же, что в любое мгновение может стать последним вот это же тоже отдельная тема связанная с приучением себя к мысли о смерти она у сеноке очень хорошо раскрыта как как себя приучить к тому как не бояться смерти то есть совсем исключить заканчивается все тем, что даже во снах уже не боишься во снах реагируешь так же как как себе навязал условно то есть воспитываешь себя кошмары перестают сниться то есть они перестают быть кошмарами ну вот да и тогда давайте добьем если они по 4 части идут мы позже это проверим то давайте добьем четвертую а именно 22 из четырех частей состоят из четырех не по 4 а из 4 блока всего вот во всех этих стихах якобы 4 блока а все понял ну ладно так 22 нужно держать в виду действительную цель жизни и полную очевидность по которой мерятся мнения иначе все будет полно сомнений и беспорядка вот действительная цель жизни как мы определили ну и как еще и Пикур писал так же что это избегание боли и безмятежность духа это по нему действительная цель жизни а вот полная очевидность по которой меряется мнение это вот это разумность да это разумение которое выше даже философии но разумение основанное на ощущениях конечно же ну да то есть первично природа потом разумение потом добродетель добродетель и разумение это средство а не цель а не цель вот так с помощью с помощью разумения управляют добродетели и всем остальным поэтому если держать действительную цель в жизни а он говорит о генеральной цели это правда у Гассенда написано но он тоже хорошо описал и пишет о том что нужно иметь генеральную цель конечную цель что ты хочешь иметь на конец жизни а не промежуточную там ну поступить в институт купить машину квартиру там еще что-то а самую-самую конечную основную и сводит естественно все к тому чтобы быть счастливым то есть и если ты вот эту цель держишь что я хочу быть счастливым и каждый твой поступок должен вести к этому ой вот это кстати хорошая как глобальная цель потому что счастливым можно быть как раз таки в моменте и это процесс когда счастлив человек потому что если мы поставим себе довольно такую прямую эту глобальную цель как ну покупка квартиры скажем вот мы ее купили а дальше что дальше значит умирать либо ну происходит какое-то опустошение человека потому что он выполнил то к чему стремился ему же нужно выбирать следующую глобальную цель если он не может сделать то он впадает такую отчаяние скажем если выбирать процесс в качестве глобальной цели то это гораздо удобнее тем более когда процесс является вычислил и в желаниях так же получается что желание легче исполнять во времени и не страдать от того что у тебя сейчас чего-то нет да прям вот ставить себе желание в качестве процесса и это вот только сейчас я с вами открыл такую для себя новость но она очень положительная она очень хорошая да я сам вчера прочел только да и теперь можно говорить что жизнь имеет цель на вопрос имеешь ли цель в жизни можно говорить да здорово вообще потрясающе тогда так у нас 23 есть да двигаемся дальше предлагаю 23 обсудить а 24 уже оставить на следующую встречу потому что у нас остается 20 минут а там 24 очень большой отрывок и думаю что это не на 10 15 минут обсуждения итак 23 если ты оспариваешь все ощущения до единого тебе не на что будет сослаться даже когда ты судишь что такие-то из них ложны вот так это выпад в сторону скептиков понятно получается вот те ощущения которые у нас признаны объективными да признаны вот действительно действительно ными как вот эти вот шесть чувств и и же с ними то все-таки лучше на них полагаться и не отрицать их то есть когда я там чувствую что-то мягкое надо говорить это мягкое а не так что я сомневаюсь действительно ли оно мягкое и прочее и прочее скептики обычно говорят докажите он поэтому тут наверное с вами и согласиться надо скептики скажут он же говорит что если вы сомневаетесь в чувствах то тогда вам нечего предъявить будет сослаться не на что скептик он по-другому же себя ведет он требует доказательства а как доказать то что ты чувствуешь а это же индивидуальные ощущения как раз таки то есть это у каждого могут быть свои и нужно плясать как раз от них то есть одному комнате может быть тепло другому холодно как мы поймем что из этого истина истина в том что одному холодно второму тепло то есть тот кому холодно не докажет тому кому тепло что в помещении холодно и наоборот ну да придется термометр разобрести да это так термометр просто покажет количество градусов а там при ознобе то термометр не поможет ну тогда мы сможем доказать что наилучшая температура 23 с половиной градус и тебе не может быть холодно так вот ощущение еще зрительные вот помню да в письме Геродоту Эпикур писал что на них тоже можно и нужно полагаться даже если ты в отдалении видишь предмет ну как нечто что дорисовывает уже наш разум идея да потому что ты это можешь принять для себя вот за истину ровно до того момента как не проверишь на самом деле то есть если ты подходишь ближе и это оказывается там не человек а всего лишь какой-нибудь тень дерева ну ночью в лесу соответственно это и была тень дерева а если на расстоянии думаешь что это человек то оно для тебя и будет казаться человеком ровно до того момента пока ты это не проверишь ну либо не убедишь себя в обратном ну что у нас сегодня очень я бы сказал на самом деле продуктивно прошла встреча хотя мы взяли довольно мало вот этих главных мыслей но мы куда более важную вещь куда более важную тему взяли да вещь скорее закрыли что к нам пришли люди мало знакомые с учением опекура и мы для них пытались я надеюсь успешно объяснить в чем оно заключается таким образом мы просвещали людей и это гораздо лучше чем идти вот по программе ну и заодно подкрепляли свои же знания то есть повторяли скажем материал который уже знаем и в этом убеждались спасибо 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 да всем еще раз спасибо следующий раз уже по расписанию будем в среду 17 числа встретимся ну следите за чатом и приходите все всем пока и заканчиваю запись в следующий раз Продолжение следует...